но если повторю я ничего не перепутала по-моему я не путаю ничего ошибаетесь владимыч ошибаетесь вы ошибаетесь и очень часто это не преступление это хуже это ошибка вся ваша политика все ваши действия построены о том что вы ваши помощники ваши референты ваши министра постоянно ошибаются когда ты и когда я учился в университете немножко после и когда писал диссертацию я программировал да то есть собственно писал сам программу для в электронную чистые машины на перфокартах вот потом уже соответственно на мониторе компьютера и очень часто очень много времени уходило на то чтобы найти ошибку потому что когда ты запускаешь его проверку огромного массива данных и получаешь результаты ты видишь что что-то там не так ну то есть реалити чек не работает и проверяешь на соответствие реальности понимая что там есть ошибка что такого результата не может быть и начинаешь копаться начинаешь искать и где сбой где что не так и до тех пор пока ты не найдешь все ошибки пока ты не выловишь все ошибки твоя программа не будет работать и соответственно все те результаты которые ты получаешь они будут неадекватными это будет не то что ты ищешь это будет не тот результат на который ты рассчитываешь ваше правление ваша власть владимир построена на том что вы постоянно ошибаетесь вы ошибаетесь я не знаю осознанно вретель ваши сотрудники приносит вам такую информацию когда говорите о том что в деле нового величия было обнаружено оружие не было там оружие вы ссылаетесь на какие-то разговоры видимо записанные провокатором который он сам не говорил что вот давайте мы там какую-нибудь оружие соберем и пойдем на восстание детях мы коллеги и вы выдаёте это за свидетельство того что признан судом что это доказательство хотя понимаете что все сделал провокаторы прямо говорите на встрече с советом правом человека что это провокация ну кстати интересно что записи видеозаписи этого фрагмента заседания за советом правом человека нету она заканчивается до этого момента вы по каким-то причинам кривлевская публика не захотела чтобы это выходило в свет чтобы это кто-то видел хотя в стенограмме это имеется но теперь по поводу допинга и решение вот это во первых нужно проанализировать это решение то что лежит на поверхности то что я вижу сразу ну например к нет претензий к российскому олимпийскому национальному комитету но что самое главное на мой взгляд и мне кажется с этим все на самом деле соглашаются любое наказание так повелось еще со времен римского права должно быть индивидуально исходить из того что содеяно тем или иным лицом вы юрист вы выпускник юридического факультета ленинградского университета и ссылаетесь на демонстрируете знания римского права и говорите о том что наказание должно быть пропорционально содеянным да и при этом вы оправдываете судебную систему которая следственную систему которая строит цепочку ах так ты сегодня бросил пластиковый стакан завтра стеклянную бутылку послезавтра ты пойдешь громить магазины а после послезавтра ты бросишь атомную бомбу вот и за это человека наказывают за то что вы выстраиваете в своей голове такую цепочку которой не было это это сбой системы с сбой компьютерной системы это сбой у вас в голове потому что видимо потому что чекист не может думать по-другому у чекиста голова по-другому и работы выступая на пресс-конференции в париже по окончании встречи в нормандском формате вы стали не отвечать на вопрос об российских олимпийцах и о решении анти допингового агентства отстранить российских спортсменов от участия крупнейших международных соревнованиях олимпиадах и чемпионатах мира это что вы говорите в ответ журнала на вопрос журналиста показывает что вы врете вы ошибаетесь когда говорите о том что нет претензий к олимпийскому комитету то вообще решение антидопингового комитета это не про допинг это он называется антидопинговым комитетом решение олимпийского комитета наказание россии не российского олимпийского комитета не российских спортсменов а наказание россии как страны построены на том что россия отказалась сотрудничать с антидопинговым агентством и предоставлять ту информацию которую пообещала еще полтора года назад когда российское антидопинговое агентство восстановили в его правах когда первая волна допингового скандала связана с с Олимпиадой Сочи, с Орденом Моченосцев, когда все это дело прошло, когда все это дело ушло, уже стало забываться, от России потребовали одного. Послушайте, ну хорошо, давайте подводить черту, отдайте нам полностью базу данных, покажите нам, что там было, мы будем разбираться и хотя бы понимать, что и где вы врете. Ну и естественно, если были спортсмены в прошлом, которые применяли допинг, они будут наказаны. А нынешних спортсменов это вообще не будет касаться, это речь идет о прошлом. Давайте расчистим прошлое, сказал антидопинговое агентство, на что российские власти сказали, да, мы готовы это сделать, и пообещали отдать базу данных, и отдали ее. Отдали базу данных, которая хранилась в Следственном комитете Российской Федерации, как вещественное доказательство, и российский министр спорта писал, что она охраняется законом, это свидетельство и так далее, и так далее, и так далее, и выяснилось, что с этим свидетельством активно поработали сотрудники российских спецслужб. Мы пока не знаем каких, про фамилии некоторых там стали известно, о них пока ничего не известно, но ясно только одно, что эта база данных подвергалась искажениям, подвигалась модификациям, из нее удалялись данные, и поскольку была копия этой базы данных 2015 года, то выяснилось, что копия, переданная в начале 2019 года, отсутствует огромное количество файлов, которые тогда были. Специалисты, нанятые специально антидопинговым агентством из швейцарских университетов, провели анализ базы данных и построчно, пофакторно рассказали, где, что, когда изменялось, и на самом деле они даже не брали все изменения этой базы данных, они брали изменения той базы данных с сентября 2018 года по январь 2019 года за 4,5 месяца, когда, собственно, в сентябре 2018 года Россия пообещала отдать эту базу данных, а в январе 2019-го, наконец, ее отдала. Так вот, в эти 4,5 месяца оттуда удалялись файлы, там делались фальшивые записи, там фальсифицировались переговоры господина Родченкова со своими коллегами, которые якобы состоялись в 2015 году, причем все делалось так нелепо. Я думаю, что в данном случае это было не ошибки, это был просто непрофессионализм российских спецслужб, которые разучились и никогда не умели заметать следы, работать в сложной обстановке. Ну, собственно говоря, ляпы, тяпы, отпечатки пальцев, ножниц, куски и так далее. Все это хорошо видно и видно, все это написано в 26-страничном докладе Комитета по наблюдению за правилами антидопингового комитета. Ссылку на этот доклад на английском языке, к сожалению, я дам в комментариях, в примечаниях к своему видеоролику, поэтому все желающие смогут посмотреть и прочитать, когда, что, где, как, какие файлы удалялись. Так вот, наказание российских олимпийцев, наказание российской сборной, наказание российских чиновников, которым запрещается приезжать на Олимпиады, запрещается участвовать, проводить чемпионат мира, не за допинг. Не за то, что кто-то там в 2013, 2014, 2015 году применял допинг. Нет. Этих как раз российские власти спасли. Их награды, завоеванные нечестным путем, они остались с ними. Наказаны нынешние спортсмены. Спортсмены, которые к тем допинговым скандалам не имели никакого отношения. И это, вот это и есть преступление. Вот та ошибка, которую сделали вы, Владимир Владимирович, лично приказав изменить базу данных и отдать ее в антидопинговое агентство, это преступление против нынешнего поколения российских спортсменов, против тех, кто готовился к Олимпиаде 2020 года, к Олимпиаде 2022 года, к Олимпиаде 2024 года. Вот они лишены своего права показать свое мастерство, продемонстрировать свои успехи, продемонстрировать свою способность выигрывать в конкурентной честной борьбе. Так вот, это и есть ошибка режима, это и есть ошибка Кремля, которая хуже, чем преступление. Это разрушение надежд огромного числа российских спортсменов. Нынешнее поколение российских спортсменов наказано не за то, что оно применяло допинг. Оно наказано за ваше вранье, Владимир Владимирович. За то, что их там нет, за то, что маленькие зеленые человечки взялись неизвестно откуда, купив оружие и форму в военторге. За то, что малазийский самолет был заполнен трупами. За то, что Скрипаль был отравлен непонятной кем, и вообще говоря, это английские спецслужбы. А всех в Берлине чеченцев нужно убивать, потому что они враги отечества. Вот на международных переговорах лидеры стран, когда слышат ваше вранье, они не знают, что ответить. Они не знают, как можно ответить на откровенную ложь, которую они слышат постоянно. Собственно говоря, российские зрители, которые слышат вашу ложь постоянно с экранов телевизоров, тоже не очень понимают, что теперь с этим делать, как с этим жить. И хороший царь, плохие бояре, которые его обманывают, которым подсовывают не ту информацию. Так вот, российские спортсмены, Россия наказана за то, что вы постоянно врете. Вот и считайте, что это прилетела обратно. Врали, врали, искажали. Вообще говоря, то, что сделал Следственный комитет, или не знаю кто-то другой, с базой данных антидопингового агентства, попадает под статью 303 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фальсификация вещественных доказательств группа по предварительному сговору от 5 до 7 лет». Вот на самом деле, условия возвращения российского антидопингового агентства в нормальный режим существования обусловлены тем, что российские власти должны провести соответствующее расследование. Понятно, что базу данных, скорее всего, не восстановить. И те спортсмены, чьи заслуги были в прошлом, чьи заслуги... Не их заслуги, а заслуги офицеров ФСБ, которые меняли их пробирки с мочой. Так вот, они были награждены олимпийскими медалями. А им звучит слава, они сидят в креслах депутатов Государственной Думы. Кто-то там стал даже замминистром и так далее. Вот они остались при своих. Но вы... Они за вашу ложь, за ваше вранье, за свое вранье не наказаны. Вот так. Поэтому это не аргумент, когда известно всей стране. Всей стране, значит, никому не известно. Известно только следствию, суду, как конечной инстанции, принимающей решение. Хотя вы считаете, что когда всем известно, это неизвестно никому, кроме вас, то мир живет по-другому. Доказательства на столе. Доказательства предъявлены. Врать больше не получится. Эй, я очень хорошо понимаю, что чиновники, работающие с вами, референты, ваши министры, они боятся вам сказать правду. Они приносят вам информацию, которую вы хотите слышать. Откуда я это знаю? Вот на этой неделе состоялась ваша встреча с руководителем счетной палаты Алексеем Кудриным, который, в общем, лояльнее некуда. Он любит вас, обожает вас, хочет стать вашим премьер-министром и, возможно, даже хочет стать политическим наследником. Считает, что он все может, все знает. Который, на самом деле, помогал вам разрушать федерализм в Российской Федерации, забирая все деньги, бюджетные полномочия российских регионов. И вот сейчас он приходит к вам в Кремль на доклад и говорит. В целом, по федеральному бюджету, мы прогнозируем неисполнение на 1 триллион всех мероприятий федерального бюджета. Такого, конечно, никогда не было у нас еще. Что-то многовато. Да, многовато, Владимир Владимирович. Я прекрасно понимаю, что когда Силуанов докладывает вам о прогнозе исполнения бюджета, осталось еще там 2 недели до конца года, так вот он вам называет совершенно другие цифры. И вот Кудрин говорит, Владимир Владимирович, вам врут. Вы говорите, нет, ну не может такого быть. Может, Владимир Владимирович, вам врут, вы врете. Ваша система – это историческая ошибка. За эту историческую ошибку наша страна заплатит очень дорого. Вы лишаете страну будущего, вы лишаете страну перспектив развития. Страна выживет, Россия останется, вы уйдете в историю как руководитель Ордена Моченосцев, человек, который разрушил надежду России на будущее. Две хорошие новости в завершении сегодняшней встречи. Первое. Недобрый Зватастан, наш 50000 первый подписчик на моем виде канале, о котором я говорил в прошлый раз, он объявился. Он действительно существует, этот человек живой. И он доказал, что он невыдуманное лицо, что это не бот. Мы с ним попереписывались. И книжка «Контрреволюция» с моей надписью отправлена к нему домой. И так что ждите. Не уверен, что она придет к вам до Нового года. Но, видимо, сейчас большое количество международных отправлений. Но, видимо, сразу после Нового года, где-нибудь в январе, вы можете ее получить. И я за вас искренне рад. Я счастлив, что так оно случилось. Вторая новость. Хорошая, неожиданная. Я как-то, честно говоря, ее даже пропустил. Было опубликовано, если помните, мы говорили о новой пенсионной накопительной системе. Гарантированный пенсионный продукт, который придумал Министерство финансов и Центральный банк. И вот неожиданно выяснилось, что в рамках этого законопроекта, который сегодня обсуждается, пока на стадии работы в правительстве и с ним, к нему принимаются комментарии и замечания. Так вот, в этом законопроекте предусмотрено то, что замороженные пенсионные накопления, которые заморозились, вы помните, в конце 2013 года, сумма которых с потерянными доходами от инвестиций уже превысила 3 триллиона рублей. Так вот, без потерь на накопленных доходов, сумма этих замороженных сбережений по состоянию на, видимо, 1 января 2014 года, она может быть переведена тем людям, которые согласятся войти в систему гарантированного пенсионного продукта. Ну, то есть, все-таки, накопления, которые были после 2014 года, государство забрало, и про них надо забыть, но те накопления, которые были на лицевых счетах до 2014 года, их можно будет перевести в систему гарантированного пенсионного продукта. Ну, по крайней мере, это сейчас написано в законе. Я пока не готов рассуждать дальше, я еще не до конца прочитал закон, и, соответственно, не та версия, которая будет внесена в Государственную Думу. Там, например, предусмотрено, что можно средства материнского капитала вносить в эту систему пенсионных накоплений. Одним словом, государство пытается как-то улучшить систему пенсионного накопления, и это хороший знак. По крайней мере, российское государство или те чиновники, которые в нем не существуют, они пытаются исправить часть тех ошибок, которые была совершена раньше. Потому что они очень хорошо понимают, что ошибка – это хуже, чем преступление. Ошибка – это осознанное ухудшение качества жизни всей страны. На этом наша встреча заканчивается. Ставьте свои лайки, задавайте свои вопросы, предлагайте темы для обсуждения, и готовьтесь к Новому году. До новых встреч. До свидания. Доступно. Объективно. Кратко. С Сергеем Алексашенко.